Да подожди, ну третье же место ништяк, я говорю, ну же ништяк, проиграл в первой сладке. Через две недели никто об этом не вспомнит. У нас можно делать, у нас делают крутые ивенты, те же Беркут, да, бесспорно. Они привозят серьезных чуваков. Они тоже немножко хитрят, как все спортивные промоутеры, да, они там, они молодцы, реально молодцы. Это очень хорошая арена, очень хорошо организованное соревнование. Но сколько там трепали Каласанса до тех пор, пока он вышел на Беларова. Ну, объективно. Я Беларова обожаю, мне нравится, что он делает, как он борется, его характер, он отличный парень. Ну, просто вот справедливости ради. Он его победил, вопросов нет. Но, смотрите, вот сколько мелких вот каких-то деталей и нюансов. Нам нужно однажды, чтобы на чемпионат мира, не по местной версии, не по еще чему-то там, я желаю развития там, и себе, и так далее, но чтобы приехали наши в IBGF, нравится нам IBGF или не нравится, по черным поясам стал первым российским спортсменом. Тогда можно будет говорить, что вот появился интересный, крутой чувак. До тех пор у нас все есть интересные люди, но все с оговорчиком. Надо стремиться вот к этому. Это спорт, в спорте нужно занять высшую позицию пьедестала. Я не свою, сколотить маленькую в сторонке, какую-то, левую, такая, вау, она почти как настоящая, давайте не залезем. Не, ну это все, конечно, здорово и прекрасно, и изобретение собственного велосипеда порой себя оправдывает, но это все-таки капельку не то. Тогда мы можем начинать утверждать, что мы по-своему там... Северная Корея живет сама по себе где-то там, а она, наверное, спортсмены у них там, чемпионами мира называются. Как в США в свое время делали, во времена Чака Норриса, да? Выигрываешь все американские турниры по карате, просто присваиваешь ему статус чемпионата мира, и все, зашибись. Потому что туда не приехал ни один японец, не приехал ни один какой-нибудь там сумасшедший там чувак там из Азии, из Ближневосточного региона, который там их там всех как в труху бы просто раскидал, и это никого не беспокоит. Мы, главное, тут местечково собрались, шесть человек в категории, друг друга накостыляли, клево, штаны такие клевые, с лампасами, все, класс, чемпион мира. Время проходит, как ни одна рассказала на IBGF один человек, я принципиально отказывался, я не призываю других людей к этому. Но сейчас у меня возникла такая вот практика с давних-давних пор, еще с джудошник, я не рассматривал всерьез лично для себя медаль, которую я получил чем-то кроме хотя бы одной выигранной схватки, да? То есть, если я попал в сетки так, ну это все честно, это не читинг, но если я в сетки попал так, что я выиграл схватку, а мне проиграл схватку, а мне дали медаль, ну я мог ее там отложить как значок соревнований, но она у меня никогда не займет место на этой полочке личного эго. А есть такая полочка? Да, я вам ее покажу, но это, а еще лучше я их просто не брал и просил себя еще вычеркнуть из списка победителей. Вот Стас Варшавский был этим свидетелем этой ситуации в 12-м году, вдруг он хохочет, говорит, смотри-ка, тебя с абсолюткой поздравляют, а произошло, что я занял третье место по прокурорам в своей категории. Мне удалось с ними справиться, я был в целом довольным результатом, но поскольку хочется побороться побольше, я пошел в Луксалюску, столкнулся там с каким-то румынским чуваком, зудаистом, сам протупил капитально, там рефери потом мне говорил, ну слушай, ты дятел, это вообще кончено. Получилось так, что я в какой-то момент сам, ну по сути самокладом сделал свип, дал ему 2 балла, а потом их круто отбарывал, отобрал, и он еще имел преимущество, я проиграл этим преимуществом, рефери вот так. Оказалось, я даже не знал брекета, что это был полуфинал, и проиграв я получил такое третье место шикарное. Я на следующий день иду к этим ребятам, подхожу за столик в этом центре, где проходят соревнования, и говорю, слушай, а можно меня вычеркнуть из этой списка победителей, ну призер? Ну сначала там, знаешь, некоторые не поняли вопроса, потом подозвали, там подошел Мансор, это главный реферс, они его позвали, потому что дебил стоит, хочешь, чтобы его вычеркнуть. Такое вообще вопрос. Он сначала говорит, а что случилось-то, вам медаль не дали? Я говорю, да нет, мне медаль не дали, потому что я ушел, я не знал о том, что я занял третье место, но я его занял путем проигрыша в первую же схватку, меня это не устроило. И я показал вам крайне паршивую степень борьбы, но меня лично, мне не нравится, что я себе испорчу свою личную статистику тем, что я буду висеть в победителях таким образом. Мы вас не вычеркнем. Я говорю, ну как же так-то, пойдите на встречу. В общем, это тот единственный случай, когда я их задавил своим трендежом, им, видно, было легче меня вычеркнуть, чем избавиться. Я ни капли не вру, вы можете найти на IBGF результаты Европы 2012 года, посмотреть абсолютно по пурпурам в мастерстве, и увидишь, что там действительно должно быть два третьих места, но отсутствует там один человек. Они меня вычеркнули, лишь бы отвязался. Но это же ничего не доказывает. То, что тебя там нет, это не значит, что ты его выиграл. Я выиграл секретарь мира, но я отказался. Посмотрите, вот там, видите, меня нет. Да, да, нет. Нет, я просто все это веду к тому, что вот эти данные, вот и парень, который мне все отговаривал, меня вычеркивает, он сказал скроментальную фразу. Да подожди, вот эти же места ништяк. Я говорю, ну ништяк, проиграл в первой сфотке. Через две недели никто об этом не вспомнит. Вот мне именно это не нравится, знаешь. То, что очень просто сейчас создать какую-то свою местечковую лавочку и линию местечковую, например, я не могу так сказать про некоторые наши местные федерации, та же и себе, очень крутые ребята, да. Язык не поворачивается, скажут, что у них что-то местечковое. Они зажигают на таком уровне, который, ну, и причем они молодцы, агрессивно подбираются немножко с другого угла к тому, чтобы стать действительно крупным ивентом. Там же у них и различные дисциплины, ну, они разные совершенно форматы проводят. Это очень круто. Но я просто веду к тому, что все-таки нужно принимать в расчет, что есть уже респектабельная нравится она или не нравится федерация. Вот в ней обязательно надо показать хороший результат. И это будет сигналом о том, что российские спортсмены показывают очень высокий уровень. А если они, всегда будет оговоркой кивоки, если будут говорить, ну, да, они в своих местных федерациях что-то там мощно показывают, им привозят, утомляют по пути, будут выдумывать бразильцев, там, да, дают им слабительные в пути, там, они себя плохо чувствуют, там, поют их дистиллированной водой, они приезжают уже никакие, их там все разбаривают, хотя это не так, но всегда будет оговорка, согласитесь. А когда приедут туда, вини, вини, вичи, да, пришел и всех там убрал. Вот это все вопросы снимутся. У нас пока ни одного такого спортсмена нет. Я уверен, что зато в перспективе подходит это поколение. То есть первые поколения, вот, в которые, ну, пусть не обижаются на меня ни Леня, там, ни Коля Чучкалов, ни другие ребята, которых я там, знаешь, Арви Муратов, он вообще отличный человек и тренирующий, кстати, в Беркуте, сам, в общем, джентльмен, да, и вот технический уровень, уставить сомнение. Но все равно, вот, знаете, как у цветков первые листочки, они такие уродливые, видит, корявые, обязательно с каким-то там скривизной. Вот эти первые поколения черных поясов, они и у Бразильцев, если посмотреть, там много мутных историй. Обязательно будут какие-то оговорки, обязательно будет, ну, что-то вот не то, какая-то шероховатость. Но зато вот я уже ожидаю, что скоро это все выровняется, черный пояс будет заурядной, наверное, шнягой. Так же, как и в джиу-джитсу. Ну, кто обращает внимание на черный пояс джиу-джитсу, это абсурдно. Ну, все в черный пояс, да. Потому что все, ну, даже вопросов не возникает, те, кто в этом спорте задержался, а какой у него должен быть пояс? Все бурмалины, какая же из них? И вот, когда в джиу-джитсу вот этот белтчейзинг, он превратит, прекратится, а он сейчас есть, особенно учитывая то, что критериев выдачи пояса очень мало, это в основном личное решение тренера, приходится воспринимать это в некоторых случаях как награду. Кто-то там утверждает, что кто-то где-то за деньги кому-то дает пояс. Ну, там, за границей я слышу иногда. Например, Косоротов в свое время выиграл чемпионат мира, он получил соответствующий дан, ему там присвоили высокий дан какой-то там, шестой, 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 ну, потому что уровень чемпионата мира под джиу-джитсу, извините, подвиньтесь. Но ему присваивают это федерации. Нам не нужен тренер, никого не волнует мнение местной федерации. Человек выиграл эти соревнования, ему, соответственно, выполнил соответствующий норматив, ему должны это присвоить. Все, он это заслужил. Джиу-джитсу такого нет. Нет уже критерий, что ты выиграл чемпионат мира по количественным поясам, да тренер может быть полным дятлом. Бывали же ситуации, когда там по 7 лет людей держали в одном поясе, там страшно на него ходить. В Бразилии такое было, они растили колотушек. Человек оказывался с не очень высокой такой самооценкой, он не стремился к поясам, да ему плевать, ему нравится бороться и все. И там, знаешь, он там месяц всех, смотришь на эту схватку, как он говорит, да ладно, он уже 5 лет в этом поясе. Ну как 5 лет, конечно. 5-я чемпион мира. Да, АБДЖФ стал вводить норматив, что если у них есть там, если почитать определенные критерии, что они могут не допустить до соревнований человека, ну, который вот там несколько раз какой-то ломовой турнир выиграл, что сколько времени от одного пояса к другому должно происходить, сколько ты должен провести в этом дивизионе. И то это может на временем века нарушаться, оговариваться, тот же Кайтера как-то получил, будет гораздо быстрее, но он феноменящий, вообще просто феномен. Дрич с виду совершенно, как бы, Федотов его, кстати, Саша увидел первый раз на чемпионате Рима, мы стоим и разговариваем с Кайтерой. Подходит Кайтера, а Федот мне спрашивает, что это такой? Я говорю, что Кайтера это монстрюга, вообще рассказывает. Он смотрит и говорит, это школьник, у которого завтраки же надо отнимать, а как он может это такое делать? А парень реально там рвался, но он зато подошел к нам потом с Федотовым, и мы разговариваем по-русски, и вдруг без акцента сказал, кончай говорить по-русски. И Федот вструхнул, потому что подумал, что типа, что он про завтраки-то слышал. А потом выяснил, что это единственная фраза, которую Кайтера знает на русском языке, у него был русский рум-мейт в колледже, и когда он напевался, он переходил на русский. И поэтому, когда он за 5 лет или за сколько там выполнил свой черный пояс... Но Али 6,5. Ну хорошо, Али, я тоже говорю, что Али одаренный, да, то, что обсудили хоть, он там пытается представить себя самым обыкновенным, но все не так просто. Вот у тебя сколько времени ушло? С момента, как ты пришел в БЖЖ, мы не берем сейчас там самбо, дзюдо, там твое прошлое, настоящего спорта. У меня до черного пояса заняло порядка 8,5 лет, наверное, 9. И ты уже, а стартовал ты уже будучи черным поясом под дзюдо? Да. Ну, и мне это практически никак не помогло, если честно, потому что, ну, во-первых, знаете, еще критерий тоже черного пояса под дзюдо, это такая сомнительная штучка. Одно дело, я бы выиграл по дзюдо Европу, да. Я был ленивым достаточно спортсменом, мне очень нравился сам процесс.